У нас опять встреча, последняя встреча в этом семестре по программированию, по курсу язык программирования Python. Вот, и она последняя, это значит, что мы с одной стороны должны какие-то заключительные слова друг другу сказать, а с другой стороны на нас висит одна довольно важная тема, то самое сопоставление шаблона, который мы сейчас видим. И эта важная тема, ну она что значит важная? Она важная по некоторым идеологическим соображениям. Вот, и она почти, у меня, поскольку это произошло там примерно год назад, вот эта конструкция синтаксическая появилась в Python, и этой теме не нашлось места в основном курсе, и это очень жалко, потому что очень хотелось бы по ней уметь давать домашние задания, но не будет по ней домашних заданий, хватит у нас домашних заданий. Вот, а важная она вот по какой причине? Она знаменует некоторую революцию в самом развитии языка программирования Python. Да, она как бы ее, эту революцию, предваряет. Революция может не случиться, но мы сейчас увидим в чем дело и поймем на своей шкуре. Речь идет об операторе матч-кейс, вот о таком, который был введен относительно недавно, как относительно недавно, в 20-м году был предложен чуть ли не самим Гвида, а нет, предложен он был кем-то по имени Дэниел Муссе, а Гвида это дело, как это, тут написано спонсор, то есть поддержал, ему понравилось. Вот, главной фишкой того, о чем мы будем сейчас говорить, является то, что синтаксис, оператор матч-кейс, вообще не похож на синтаксис Python. Те конструкции, которые мы привыкли видеть в одной роли, в матч-кейс будут играть другую роль. Это стало возможным, когда в питоне, я забыл, в каком, кажется, в 3-9-м, перешли с одного метода разбора синтаксического на другой, с классического ЛЛ-1, который подразумевает сначала лексический анализатор, а потом синтаксический разбор лево-чего-то там ориентированных грамматик, на модный очень нынче стиль, который называется пег, я даже не помню, как это расшифровывается. Парсер чего-то граммар. Идея пег-грамматик состоит в том, что она не делает различия между лексическим анализатором в начале и синтаксическим разбором лексем в конце. И это позволяет как раз из одних и тех же конструкций в разных ситуациях придавать им разные смыслы. То есть фактически это такой парсер на основе пег может включать несколько разных контекстов, где одни и те же конструкции воспринимаются по-другому. Вот. Значит, примеров довольно много. Сейчас посмотрим, будем ли мы их копипастить или будем их вручную вбивать. Но давайте начнем с вручной вбивки. Да, ручная вбивка стоит в том, что мы... Ой, это я хотел часы натащить. Вот. Ручная вбивка стоит в том, что мы сейчас напишем некоторую программу. Вот. Ну, не знаю. Напишем. В который мы тупо введем строчку, даже сразу ее, наверное, разобьем, да? Args равняется split от input. Ну, вот. Вот. Да, значит, введем эту строчку и ее по-быстренькому разберем. Да, значит, предположим, у нас есть эта командная строка или что-то в этом духе, и у нас есть несколько вариантов реакции. Например, мы выдали просто help, да, и мы говорим if, допустим, args нулевое равняется help. Ну, кстати, если хотите, можем сделать вот так. Это будет даже познавательнее. Import sys, и тогда здесь будет просто sys.argv. Да. sys.argv первое равняется help, ну, или, скажем, минус-минус help, да? И здесь мы выполняем какую-то функцию, значит, мы разбираем наш параметр командной строки, мы говорим что-нибудь типа print help. Но возможен вариант, когда у этого help есть параметр, например, elif sys.argv, ну, скажем, с первой по третьей равняется, скажем, help, ну, минус-минус help, а здесь, допустим, all или full, или что-нибудь такое, да? То есть большая помощь, длинная. Ключик с параметром, не делайте больше так, пожалуйста. Вот, то мы, да, значит, вот что-то типа full help. Ну, и так дальше. Этот поезд про старушку можно дальше продолжать, но мы не будем это делать. Вот. Да. Вот такая конструкция, она, разумеется, работает. Мне кажется, что она работает. Вот. Вот. Ну, допустим, минус-минус help. Вот он пишет help. Если мы напишем что-нибудь другое, он не напишет ничего, потому что в этом кейзе его не было, в этом elif его не было. А если мы напишем минус-минус help all, он скажет, вот он скажет просто help, ну, потому что, извините, эта строчка более, ну, конечно же, эта строчка годится и для второй. Что нужно сделать, чтобы отличить, да? Понятное дело, что если первый help, то у нас этот if сработает, а этот уже нет. Вот. Что нужно сделать? Сдублировать конструкцию, которая здесь внутри, что если вот так вот, это всего лишь один help, тогда мы можем смело парсить обычный help. А если этот help all со второй строкой, то вот так. Вот теперь работает. Вот. Значит, вот тут уже испуганные комментарии в чатике по поводу людей, которые швыряются стульями. Вот. В меня не попало ничего. Ну вот. Как вы понимаете, ситуация одна. Мы анализируем какое-то, значит, какое-то входное значение. Да, в данном случае мы распартили параметр командной строки. Вот. А кейсов может быть много. Ну, понятное дело, что параметров командной строки на свете довольно много. Можем писать еще один elif, еще один elif и так дальше. Ну вот. И вот самый простой способ превратить это в, значит, использование оператора match case, и это переписать всю эту ерунду на match case и написать буквально следующее. Match. Не catch, а match. Ну, допустим, sys.argv целиком, весь. Ну, хорошо, нам нулевой не нужен, да? Значит, с первого до конца. Argv 0, если вы помните, это название самой программы. Да? И здесь пишем кейс, ну, допустим, miss-help. Вот. Вот так. А здесь вот, что важно, кейс. Кейс. Вот так. Вот. Обратите внимание на то, что мы, давайте проверим, что это работает, ну, мне кажется, это работает. Вот, это работает. Значит, обратите внимание на то, как на коммуникацию посредством кода, на то, как наличие операторов if перестало нас обманывать. Раньше мы должны были такие смотреть на этот код и думать, смотрите, это же не настоящий условный оператор. Никто ничего не хочет сравнить, а потом еще раз сравнить, а потом еще раз сравнить. На самом деле, это оператор, который разбирает командную строку, и там просто несколько вариантов ответа. Вот первое, что мы добились, введя оператор match case, это легализовали вот такой оператор выбора, что вместо того, чтобы вешать гирлянды этих елифов, мы делаем такие же, в общем-то, гирлянды, сопоставления вот этого объекта, вот этим объектом. Но на этот раз, честно говорим, нам не нужно проверять условия или другое условие, или третье условие, или пятое условие. Нам нужно проверить, чем является вот этот вот объект. Вот, собственно, семантический смысл. Извините за сфотологию. Вот, собственно, в чем семантика оператора match case. Вот, но это только начало, потому что сейчас может показаться, что мы просто такой свич на стероидах придумали, как в C, да, со сравнением объектов. Вот, но в действительности нет. В действительности оператор match case гораздо более развесистый, потому что мы можем, например, написать такое, case, там, минус-минус help, command, обратите внимание на то, что это имя переменной, это некоторое имя, command, вот, и здесь пишем что-то уже такое, типа help for command. вот, вот, ну, заодно давайте сделаем, если, кажется, в лекциях тут еще и качел, да, кейс ничего, print cannot parse. Вот, значит, что мы добавили? Мы добавили, во-первых, вы помните, что подчеркивание является валидным идентификатором для питона, но по договоренности чаще всего используются как такая затычка, такая переменная, в которую попадает что-нибудь попадя, вот, и которой мы пользоваться не хотим. Так вот, в случае, в случае операторов match case у конкретно идентификатора подчеркивания есть специальное значение, он вообще не получает никакого значения, то есть мы его используем, а присваивание не происходит. Если, ну, вот давайте сейчас протестируем работу, вот, да, а если мы сейчас здесь напишем вот это подчеркивание, не здесь, вот здесь вот, вот это подчеркивание, да, то, казалось бы, с точки зрения синтаксиса питона, вот эта операция подчеркивания должна быть определена, вот же она, но нет, видите, undefined name. Ну и, соответственно, вот. А задом наперед рассказываю, ну, не страшно. Почему так? Потому что в синтаксисе именно вот того места, которое мы указываем в кейс, как я уже предупреждал в начале лекции, синтаксис этот будет не похож на питон, и в данном случае вот эта штука является связанной переменной. связанная переменная это такое место, в которое положится то, что лежит в этом месте у нас в сопоставляемом объекте. То есть мы сопоставляем объект с частично константными элементами, а частично, давай мне запиши в command, какая там вторая строка. Вот. Ну, реально, это именно так и выглядит. Смотрите. Минус-минус help. Спасибо. Видите, да? Вот. То есть наличие, это так называемое bounded variable, наличие связанной переменной приводит к тому, что эта переменная связывается с соответствующим объектом, который тут лежит в CIS-RGV. И, соответственно, весь смысл подчеркивания как раз в том и состоит, что она не связывается. Вот и все. Подчеркнет дырищику. Это такой дефолт, если хотите. Вот в CIS-ном свече это будет дефолт. Подчеркивание, такая дырища, куда все упадает, но вот это самое имя подчеркивания при этом не переопределяется таков его специальные значения именно в работе оператора матчкейс. Вот. Да, дальше больше. Дальше больше, потому что мы можем, например, написать вот так вот. Сейчас покажу, как мы можем написать. А она нам скажет canet parse. Смотрите. Почему? Почему она нам сказала canet parse? Потому что у нас здесь везде указан либо список из одного элемента, либо из двух, либо из двух, у которого в конце стоит связанная переменная, то есть произвольное значение. А мы ему указали, вообще-то, передали список из трех элементов. Такого здесь нет. Ну, давайте тогда напишем еще один вариант с уже знакомой нам знакомой нам знакомой нам конструкции с распаковкой множественного значения. И вот мы можем написать вот так. Это была русская буква. Произойдет, в общем, совершенно банальная распаковка при связывании. У нас предполагается, что наша строка еще длиннее, чем то, что было. Вот, пожалуйста. Сюда приедет, собственно, так же, как у нас в множественном связывании. Если мы вот так вот пишем, у нас приедет сюда список соответствующих элементов. Кстати сказать, теперь мы можем эти две строчки удалить, потому что этот аркс может быть и пустым. Смотрите. Да, точно так же, как это при распаковке происходит. Единственное, что мы должны понимать, что в этом кейсе волшебным образом, вот в этом месте, синтаксическом месте оператора кейс волшебным образом сочетаются места, где мы можем демонстрировать константные шаблоны, с которыми происходит сопоставление. И имена, в которые будет происходить связывание. Да, вот такого мы еще не видели в Питоне. Ну вот, значит, вот такая вот штука. Вот. Дальше больше. Мы можем взять и написать вот так вот. Сейчас давайте я подгляжу. Можем написать вот так вот. И это будет вообще, черт знает какая, конструкция, которую мы никогда не видели в жизни. И не можем себя вообразить, как она бы работала в других местах Питона. Но, глядя на этот шаблон, любой человек, который когда-либо, такие шаблоны похожие, хоть какие-нибудь, хоть регулярные выражения видел, может сразу сказать, что здесь написано. Что здесь написано? Чему заматчится этот кейс? Правильный ответ, чтобы, так сказать, если бы у нас был экзамен, да, слово либо первое, либо второе, привели бы экзаменаторов бешенства, конечно. Правильный ответ, этот кейс заматчится списку из одного элемента, и этот элемент должен быть равен либо вот этому, либо вот этому. Обратите внимание, что вот эти операции, значит, круглые скобочки и альтернатива, это операция на сопоставление. То есть, вот если раньше у нас был записан здесь условно-константный, такой вполне себе, ну, списочек из двух компонент, то ничего подобного. Да? В действительности здесь не пишется объект. Здесь пишутся некоторые правила конструирования этого объекта, и в эти правила, например, может входить может входить альтернатива. Вот. А как узнать, у нас был help или usage в этом месте? Можно, конечно, сходить вот сюда, но можно написать и вот так, смотрите. S, вот интересно, могу я вот так написать? не могу. А. Могу. Я могу явно указать, каким именем связать вот это сопоставление, чтобы потом ходить прямо к этому имени и не париться. Вот. Ну-ка, давайте попробуем. поскольку все вот эти сложные конструкции, они будут быть довольно сложные, там есть всякие одновременные, ну, короче, почитайте язык заданий этих конструкций, они довольно могут быть развесистые, нам будет очень тяжело потом выковыривать из всего этого конкретное то место, которое было сопоставлено, поэтому мы можем взять и любой, любой этот самый фрагмент этого нашего сопоставления, кажется, любой кажется, любой фрагмент этого нашего сопоставления вполне себе явно связать переменной. И это уже нас очень далеко заводит за понятие свеча, вы понимаете, мы фактически описываем некоторый синтаксик структуры, синтаксик построения того объекта, с которым мы будем сравнивать, шаблон. Вот. Для того, чтобы окончательно запутать, в конец этой операции еще можно вставить фильтр. Помните, у нас фильтры, вот такого вида фильтры встречались в циклических конструкторах. Мы можем написать что-то типа вот здесь вот что-то типа command list равняется вот, и здесь написать что-то типа if command in command list. Вот. Теперь у нас минус-минус help будет работать только, если вот этот command находится в списке, ну, в данном случае кортеже command list, вот, там множество надо было сделать. Давайте сделаем множество, потому что мы, потому что мы, это, как это, как это, потому что мы знаем, что такие, ну, как бы проверка наличия чего-то в чем-то в множестве работает гораздо быстрее. Вот. Это тут вроде все работает. Он говорит, can it parse? Почему? Потому что мы должны сказать одно из трех ключев. не понял. Дон, дуриду. И? Что я сделал неправильно? А, там нету, там нету слова help, да, да, use еще нас только сверху. Спасибо. Вот. Да, соответственно, если мы скажем к чему-нибудь другое, он скажет can it parse, а если мы скажем любое из ключевых слов, на которое придет проверка, вот, вот, фильтр. Вот такая вот штука. Вот. Удобно как раз навешивать именно на такие вот шаблоны со связанными переменами, потому что, ну, не всякий команд мы здесь готовы обработать, да, ну, вот, не всякий. Вот. И это уже человек по имени Ердец спрашивает, можно ли, можно ли поменять местами args и command, да, то есть вписать, вписать распаковку вот сюда. Есть ли у меня подозрение, что их там вообще может быть сколько угодно, нет, сколько угодно не может быть. Давайте проверим. Я думаю, что так же, как в любой, в любой распаковке, а, здесь было слово args. Да. Так же, как в любой распаковке, один качелл может быть в любом месте, да, так что ответ на вопрос, можно ли это сделать, был ответ да, значит, так же, как в любом множественном связывании, распаковка со звездочкой может быть одна, но вставлена в любое место, пожалуйста, хоть в начало, хоть в конец, куда угодно. Нет, не может быть. Я и сказал, только одна. Вот. Потому что, если их несколько, непонятно, какая, ну, кому сколько отдавать. Дело не в том, что это констант. Дело в том, что если написать две звездочки, то непонятно, непонятно, в каком месте находится команд. Давайте проверим. Это интересная мысль. Вот так, да? Нет. Multiple started names in sequence pattern. Сразу, сразу он пишет ошибку. Нельзя. Дело в том, что я так понимаю, я так понимаю, что это самое, на самом-то деле, синтаксическая конструкция питона используется та же самая связывание, просто более хитрое. И еще, я так понимаю, что это мы проверили только самый простой вариант. Вообразите, что там какие-нибудь группы, альтернативы, еще что-нибудь, многочисленные start expression, распарсить будет практически невозможно логически. Или очень неожиданно они будут парситься. Так что нет, только одна. Вот. Казалось бы, мы выжили из нашего сопоставления шаблона все, чего хотели, но на самом деле это только начало. на самом деле, так, мне делают комплименты, мне говорят, что я прекрасно выгляжу, я плохо вижу, как я выгляжу, но неважно, хорошо, прекрасно, так прекрасно. Значит, на самом деле, это еще только начало, это мы с вами еще не заморачивались о конструировании экземпляров классов. Начнем с обычных классов, которые встроенные. Ну, дайте я прям напишу это, потому что... Так, что мы здесь делаем? Мы здесь делаем что-то типа args равняется eval от... От чего eval? От sys sys argv0 только не 0,1 1, да? Вот мы сейчас будем передавать туда какое-то значение и матч вот этот самый args. Давайте попробуем, что? Значит, у нас, поскольку eval, мы знаем по eval, что там может что угодно прийти, напишем case int вот, только... Ну да, int. Можем написать даже вот так ssx printx ну и да, напишем что-нибудь типа int. Вот. Что мы сейчас сделали? Мы говорим произвольный объект типа int, назовем его x, и давайте проверим, как это работает. Мне кажется, это должно работать. Мне кажется, я не ошибся. Да, это работает. При этом, если мы, ну, поскольку это eval, если мы напишем что-нибудь вот такое, да, то уже понятно, ничего не получится. Давайте обработаем еще и case float. Case float и воспользуемся тем, тем интересным фактом, ща, воспользуемся тем интересным фактом, что у флота есть один единственный параметр, начальный x, конструкция, при конструкторе. И можно написать вот так, на самом деле, float от y. И y это у нас будет связанная переменная, которая будет соответствовать, ну, короче, сейчас все увидите. Print y. Вот. Вот еще одна особенность конструкции. Вот я вижу по глазам, что это опять непривычно, потому что не так все это раньше работало в питоне. Идея состоит в том, что объект типа float с единственным полем, равным y, которому в ините, вот, в этом месте передается соответствующий поле. Ага. Начинает поскрипывать мозжечок. Ну вот. Значит, действительно все очень просто, да, значит, у нас есть в ините единственный параметр, этот параметр передается первым, все. Окей, давайте попробуем с комплексом разобраться. Вот с комплексным числом. А у комплексного числа нету. У него параметры, видите, именные, мы не можем написать комплекс от x, y. Давайте попробуем, кстати. Нам, нас выругают, скажут, скажут, так не работает. кейс комплекс от y, да, print комплекс i плюс j, j, да? Мне кажется, нас сейчас выругаются. А, слово print, не print. что? Нет, не лишнее, не лишнее, это j. Так, ну, что-то у нас не выругался, ну, давайте посмотрим, сейчас, 6 плюс 5 j, посмотрим, посмотрим. О! Он говорит, что нет ноль позиционных параметров у объекта типа комплекс, мы не можем написать, что он состоит из двух позиционных параметров, потому что оба они нулевые. Как так? Как так? Их же целых 2. Давайте еще раз посмотрим в документацию. А, они именные. У комплекса, у конструктора комплекса эти параметры именные. real равен нулю, и mag равен тоже нулю. То есть мы можем здесь написать вот так вот. real равняется i, и mag равняется j. вот. Обратите внимание на то, как это устроено. Вот это название формальных параметров в init, а это наш переменный, который связывает эти формальные параметры. Та-дам! It works. Вот. И вообще так устроено сопоставление с теми классами, которые мы с вами будем захотим определить, да, мы можем сказать, что наш элемент является экземпляром вот этого класса, у которого параметры его init'а заданы вот так. Вот. Значит, тут правда совершенно непонятно, в каком порядке идут параметры этого init'а, потому что мы не к init'у будем ходить, а к полям класса. В действительности мы будем ходить не к init'у, в действительности мы будем ходить к полям класса. Вот. Это, наверное, стоит еще раз подчеркнуть. Смотрите. n равняется 5 плюс 6g, да, n.real, ох, как хреново видно, а, потому что я не тот пайтон запустил. n.real, n.imog, да, вот, то есть я вам соврал в прошлый раз, речь идет не о параметрах нито, речь идет о том, как они называются, как поля называются в классе. Так вот, значит, на самом деле о том и другом, но это уже, да. Да. Так вот, если вы сами определите класс, то там будет все не так. Сейчас покажу, как оно на самом деле будет. Давайте. А там все, я вышел оттуда, матч. Вот, давайте тогда свой напишем, матч.класс.пы. Итак, у нас есть какой-то класс С, у него есть дев, у него есть дев, допустим, все тот же init, self, и дальше там, допустим, а запятая b, и self.x равняется a, self.y, y равняется b. И вот у нас есть элемент нашего класса 12.13. и вот как теперь его в матч-кейсе расписать? Да, значит, как это должно выглядеть? Кейс, матч, матч, матч я сказал. Ты че? c, кейс, c, x равно, а, x, y, или нет, x равно 12, y равно 13, константный вариант, print, exactly, проверяем. Че тебе не нравится? Фэн-шуй. Ему не нравится фэн-шуй. Так. Да, сработало. Да? Значит, давайте попробуем поменять, оно не сработает. Не сработало. Вот. Давайте теперь более-менее, менее, менее общий вариант. Этот ровно 12, ровно 13. Обратите внимание, он заглядывает в этот объект, видит, что у него поле x равно 12, поле y равно 13 и удовлетворяется. Да? Вот эта штука, это даже не вызов конструктора, имейте в виду. Это описание шаблона, в котором написано объект класса С с полем x равным 12 и полем y равным 13. Давайте, давайте сделаем вот здесь вот, например, поле x равно ничему. Вот. давайте попробуем здесь вот сделать 11. а ноль позиционных параметров. Понятно, x равно x. Нету позиционных параметров. О, it works. Мы говорим, мы, понятно, да, что вот здесь мы могли передать, чего хотим сюда, допустим, не x, а допустим, value. Чем хотим, могли связать. Value, x равняется value, здесь, соответственно, value. вот, да, слева у нас название поля, справа у нас связанные перемены, ну, в данном случае, вот мы ее, ради того, чтобы окончательно запутаться, назвали тоже x. Вот. Ну и понятно, да, дальнейшее движение, мы можем сойти x равно x, y равно y, там, x равно a, y равно b, ну, что хотим. Вот. Вот так происходит сопоставление шаблона объекту. Не лишне сказать, что мы можем, конечно, здесь написать. Что там у нас? 13 y, да, равно y. О, кстати, оно не выргуется ли? Не придется ли нам писать sx? Давайте проверим. Есть у меня подозрение, что придется. Да, been different names, говорится. s y, s x. Смотрите, у нас же правая часть не была никак названа, причем в левом шаблоне у нас не было y, а в правом не было x. Он говорит, слушайте, вы указали два шаблона в альтернативе, но в одном у вас есть и x, нету y, а в другом есть и y, нету x. Вот. Ну, а сейчас вроде все должно заработать, все заработано. Да? Что-то не вижу огня понимания в глазах. Давайте мы уберем вот здесь вот, и вы увидите еще раз, как она ругается. Alternative patterns bind different names. Здесь у нас есть x и есть y, а здесь у нас есть только y, а x нет. Как нам связывать? В одном случае у нас будет два имени, в другом одно. Так не пойдет. Нам нужно, чтобы в каждом из шаблонов было определено одинаковое количество имен. Вот. Поэтому, поэтому надо вот, вот так будет написать. Если вы хотите немножко распутаться, давайте мы сейчас поменяем x на x большой, например. Вот тут вот, вот тут вот, вот тут вот, и вот тут вот. Да? Чтобы было понятно, кто из них кто. Все еще работает. Ну вот. То есть, все механизмы, которые мы описывали выше, продолжают работать и в случае, и в случае, значит, нашего произвольного класса. Вот. И вот эта конструкция означает заглядывание в поле класса. Вот. И если вы хотите устраивать альтернативу, не забудьте, чтобы все связанные переменные, которые вы указываете, в каждой из альтернатив были одинаковые. Да? Чтобы там в этом списке были обязательно обе связанные переменные. Не обе, а столько связанных переменных. В каждом из шаблонов было одинаковое количество и одинаковые имена связанных переменных. Вот. Чего мы еще пока не добились? Мы не добились того, чтобы написать вот так. Дан. Почему? Нам сейчас скажут, что у нашего конструктора нет обязательных параметров позиционных, но это неправда. Да. Это что там? Ни один из них не должен быть 13. Нормально. Он, видите, говорит 0 positional subpatterns. А, не параметров, patterns. Да? Мы, ой, мы при описании нашего класса не указали, не указали, как он будет матчиться относительно позиционных паттернов, относительно позиционных шаблонов. Относительно именных понятно, как матчится. Зайдет в объект, найдет там поле с нужным именем и заматчится. Относительно позиционных никак. Вот. Ответ очень простой и очень питоний. Все. Теперь работает. Что тебе не нравится? Undefined. А. Вот. It works. Да? Ответ стоит в том, что если мы хотим, чтобы экземпляр нашего класса матчился в операторе матч-кейс просто с позиционными параметрами, эти параметры их нужно тупо описать в специальном поле матч-аркс. После чего вот даже вот такая прекрасная конструкция работает. С этим связано достаточно бурное развитие модулей в питоне под названием дата-класс и еще чего-то. Короче, тех самых модулей, для которых вот этот паттер-мачинг он просто манна небесная, потому что ничего другого в этих инумах и дата-классах нет. Да? Вот если вы посмотрите на вот с нью в паттер-3.11, вы увидите, что там в дата-классах прям все переработали, придумали какие-то еще штуки и так дальше. Ну вот, у меня есть сильное подозрение, что это был последний пример. Это был не последний пример. Подозрение было неверным. Значит, поскольку мы только что описали ситуацию, где мы матчим вообще произвольный экземпляр класса. Ага, тут человек спрашивал, я пропустил вопрос, сейчас я посмотрю. Это не тот. это тоже не тот. А где же были эти прокпы? Человек спрашивал, почему не сработало, когда здесь было x, y. Дело не дело вот Алексей, я вас обманул. Наверное, вы уже поняли, что я вас обманул, потому что речь идет не о том, с какими параметрами мы вызываем конструктор, позиционными или именными, а именно о том, с какими параметрами вообще нас класс умеет матчиться, именно матчатся. И то есть вот здесь пока мы не написали вот такое, наш класс умел матчиться только с именными параметрами, потому что это просто, что это просто поля нашего экземпляра. А когда мы вот такое написали, то он стал матчиться с позиционными параметрами тоже. Это не имеет отношения к иниту и его именам. Еще раз прошу прощения за обман. Ну так вот, повторяю, что дальше больше. Смотрите, предположим, у нас есть словарь. Мы же словарь тоже, наверное, можем мачки изоткнуть. Да? Ну давайте вот, давайте тут прям вот какой-нибудь прям, а давайте мы временно на самом деле дофига еще. дам сейчас. Вот. А, enumerate in plus split начиная с единицы. Вот мы создали некоторые словарь. Давайте на него посмотрим. Просто посмотрим, что это вообще такое. А давайте не так. Мы же с вами теперь пользуемся сс-ргв. давайте тогда нет, вернемся как было. Denumerate in plus split. Да? Python 3. Вот он нас вводит что-то. И вот у нас наши значит первый, второй, третий. Это словарь. как нам это теперь замачить. Матч т, ч, рез. Давайте подглянем в шпаргалку, хотя там все будет прямо, прямо. Ну, это, значит, у нас стандартный вариант. кстати, давайте 1, хорошо, 1, 2, допустим, 2, 1, допустим, 1. Да, константный вариант. вот. Вот. Что? Нет? Нет? А там буква one где-то. А, вот он написал, да, все правильно. Он говорит, что это именно этот кейс, смотрите. One, two. Вот. Обратите внимание, что у нас порядок был one, ну, вот, ща, я забыл принтерез. Дам. Вот. Обратите внимание на то, что порядок у нас был one, two, но поскольку мы матчим словарь к словарю, понятное дело, что в нем важно не порядок, а соответствие. Вот. Один one, два two. Вот. То, что здесь написано два, то, один, one, в общем, ни на что не влияет, как вы понимаете. Дальше, больше, конечно, мы можем всегда написать что-нибудь вот такое. Да, и связанную переменную написать one other, 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 one plus other, да, и это тоже будет работать. Точка. Это я зря сказал. все равно так бывает в этой жизни. Вот one да, вот он, one plus, видите, отработал, поймал этот случай. Вот. Ну, и даже всякие-всякие-всякие штуки с распаковкой. Допустим, здесь вот ту, два, здесь значит у нас ту, а здесь вот так. Никаких проблем. Чего? А! Никаких проблем. Н, ту, ны, 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 ны. Вот он. Да? В нашем шаблоне был два двоэточерцу, а все остальное приехало вот сюда, вот, в Азерс. Вот. Так это работает со словарями. Да? Это последний, вот со множествами, кажется, не работает, но, в общем, наверное, кстати, надо проверить, может быть, со множествами работает. Но словарем точно работает. Вот. И это, что касаемо ситуации, когда мы хотим замачивать словарь. вот, вот почти все мы покрыли. Тут возникает одна проблема. Сейчас я ее покажу, эту проблему. И эта проблема как раз вытекла из сложности, из сложности синтексиса вот этого нового. Предположим, у нас есть какая-то константа. ну, не знаю, там. Вот. И, предположим, мы написали что-то типа arg равняется arg равняется eval Eval от давайте Sys тут Import Sys да? Eval от Sys точка arg первая. Вот. И матч. Матч, я сказал, матч. допустим arg и вот здесь мы хотим написать что-то типа tn двоеточие print exactly 10 как вы думаете а, case там, естественно. Как вы думаете это сработает или нет? Ваше предположение. Ну же, смелее. Ну что, где это самое ваше творческое мышление? Эта программа сработает, если я напишу вот так. Она мне напишет exactly 10? Ну, правильный ответ да, конечно напишет. А если напишу вот так, она напишет мне exactly 10? Правильный ответ да, конечно напишет, потому что 10 это у нас просто имя, оно здесь выступает зараза, в виде связанной переменной. И мы только что перебили вот эту как бы константу 10 в то, что ввели. Давайте прям напишем да, 10 вот, потому что в питоне нет никаких константов. Вот, что делать? Правильный ответ ничего. Синтаксический парсер матчкейза устроен таким образом, что любое имя в виде имени он воспринимает как имя связанной переменной. Поэтому, если вы хотите распарсить, не так, замачить что-то, что является константной, оно не должно выглядеть как имя. Самый простой способ упрятать это имя в какое-нибудь пространство имен. Какое угодно, да, хотите, напишите вот так. феншуй и здесь c.t Ага, теперь слово t отсутствует, естественно. Вот, пожалуйста, так будет работать. Почему? Потому что вот такая конструкция уже не воспринимается как связанная переменная. Да? Вот. Вот. Да? Если вам лень вот так писать, можете использовать дата-класс, можете использовать enumerate, все равно, кстати, все равно, если у вас таких констант много, enumerate это ваш правильный выбор. Да? Он enum, кажется, называется. Или enumerate? Enum, по-моему. Enum. Вот. Да? Можно даже сказать вот так. вот from enum, import enum. Все равно вам эти константы где-то хранить. Ну, вот и напишите что-то типа такого. Сейчас, дайте мы с... Да. Да? Вот enum. все равно, и славно, и у вас тут прям можно написать будет c.tn. Что? что я сделал неправильно? А, понятно. Это конкретное значение. Странно. Давайте посмотрим тогда в шпаргалке наконец. Потому что вроде бы эту констанцию, эту штуку я отсюда вынимал. Давайте посмотрим. вот. Enum. вот в не в ту сторону. Так неинтересно. Ну, ладно. В общем, что-то вот с последним примером не заладилось с enum, но вот с этим примером отлично заладилось, и можно там вот примерно так с этим и делать, да, хранить ваши константы. Но с enum надо подумать, почему там не так все. Может, у них типы не совпадают? Может, у них типы не совпадают? Ладно. В общем, с enum надо вопрос этот доработать. Давайте-ка посмотрим. А, кстати, давайте мы скопипастим, а вдруг у меня-то работает, да, и тогда мы посмотрим, в чем разница. Вот. Хорошая идея. так, давайте для начала поглядим на него глазками, на этот пример. Ну, это пример одновременно, что вот здесь вот она не работает, это понятно. а не работает, кстати. Не знаю, как я это отлаживал. Должно было работать, но нет, не работает. оно. Хорошо. Не буду тогда вам врать. Значит, это пометим здесь, что это требует исправления. Вот. Потому что так это делать нельзя было. Это было слог от ТПС, а не то, что ты подумала. Да, давайте вот я сразу внесу эту правку. Вот. Давайте мы сходим все-таки здесь вот, а здесь с Еномом, видите, он его сравнивал. Так-то оно будет работать, конечно. Так-то оно будет работать. Ну, то есть, да. а так не будет. Ну, значит, возможно, это никак нельзя изменить, а надо было именно написать, что один равен другому. Вот. Ну, да ладно, бог с ним. Ну, вот. Вон, значит, такой, как видите, еще не до конца мною освоенный пласт синтаксических конструкций в Питоне, который оказался чрезвычайно заразительно удобным, и если вот вы пишете какой-то код, вы все время натыкаетесь, что вместо того, чтобы что-то там сплитить, что-то там какие-то типы сравнивать, что-то с чем-то куда-то, какие-то условные операторы вложенные, все время натыкаетесь на то, что можно сделать один матч, в этом матче сделать много разных типов, например, как у нас было в примере, где у нас были типы разные, да, такой довольно типичный случай написания функции на Питоне, где у вас параметр один и тот же, но может быть разных типов, и бац, просто делаете матч и по типу параметра, и дальше его обрабатываете, и по количеству, вот. В общем, вот, оказалась очень заразная штука, не зря ее бекил лично Гвида, вот, единственный так сказать, сложный состоит в том, что синтаксис матч-кейса, как мы говорили с самого начала, не похож на остальной Питон. Чего мы в Питоне не посмотрели? Как обычно, уже не первый год, я не понимаю, как это изменить, мы не говорили про стиль оформления кода совсем. на лекциях. Вот. Это, конечно, вещь отчасти косвенная, не имеет отношение к самому языку, да, вы можете писать все в столбик, все в строчку, ну, только отступы делайте. Вот. Но по-хорошему любой разговор о языке программирования, конечно же, укладывается, включает в себя разговор про стиль оформления. стиль оформления. Давайте, у нас есть еще минут, наверное, 10. Был описан самим Гвида в Назаре Туманной Юности Питона в Пепе под номером 8, вот, где он указывал всякие интересные штуки про то, сколько, значит, пробелов надо ставить, какой должен быть отступ нормальный, какой должен быть отступ, например, когда вы слишком длинная вызов функции, да, вот, что вот это под этим, вот, ну, вот такого рода, да, значит, какие пробелы ставить в архитических операциях, в константных последовательностях, вот, ну, вот это все. Вплоть до того, например, что Гвида позаботился о пользователях, пользователях Мака, которые, в шрифте которых и большое, и маленькое, а также единичка очень плохо отличаются друг от друга. Вот. Реально плохо. Сейчас покажу. Вот это единичка, а вот это Эль. Это правда не Мак. В Маке все еще хуже. И большое, и Эль маленькое отличаются друг от друга на один пиксель, и это просто палочник. Вот. Ну вот, а вот в этом шрифте видите единица, а вот Эль. Когда они не рядом, вообще невозможно понять, где из них что. поэтому, например, Фэншуй запрещает называть переменные буквой Эль маленькая. Так, какая-нибудь длина внезапно. Видите, говорит, нельзя нажимать буквы Эль. Хотя в моем шрифте есть крючок внизу буквы Эль. Он говорит, нельзя. И кажется, и большое тоже нельзя. Да, и большое тоже нельзя. Что при этом произошло? Всевозможные страдальцы по издеванию, как это, люди, которые, всякие лиды и прочие, и прочие, значит, вон-оби начальники, которые при виде питона у них начинало подгорать, что ничего нельзя запретить программистам делать, все язык разрешает. Они, наконец, открыли на себя поле чего-нибудь запрещать, вот, и стали как грибы плодиться, вот эти проверялки ПЕП-8 на предмет того, а по фэншуэлю у вас написана программа. Они стали плодиться, как грибы, их есть, самый древний из них так и называется, ПЕП-8 модуль, вот, и Гвида был вынужден написать целую статью, сейчас я даже попробую поискать ее у себя на сайте, на нее ссылку, по ключевому слову Хобб Гоблин, на предмет того, что сослался даже на какого-то философа, на Ральфа Вальда Эмерсона, вот, про то, что ну, это такое фальшивое убеждение, что если мы наложим ограничения, то все будет гораздо лучше, вот если мы упростим, вот, об этом мы еще поговорим больше подробно в следующем семестре, это тема, собственно, следующего семестра, ну, или прошлого семестра, но идея стоит в том, что Гвида был недоволен, вот, тем не менее, всевозможные фэншуйщики, форматировщики кода, как видите, я на лекциях пользуюсь одним из таких, который, значит, пристает, что там между функциями две пустых строки должны быть, между классами тоже, и так дальше, вот, они, знаете, чем хороши? читать удобнее, глаза не ломаются, вот, но, и об этом мы сейчас будем говорить, главное, все-таки, второе, а не первое, главное, не чтобы код был расформатирован хорошо, а чтобы читать его было удобно, не надо подменять причину следствия, вот, значит, о чем еще мы не поговорили на наших лекциях, мы не стали глубоко влезать во всевозможные модули, которые, по сути, являются расширением языка, такие, как data class, enum, wikref и так дальше, вот, например, wikreference это довольно интересная концепция, это целый, целый такой фреймворк, про то, что ваш refcount не обязан быть жестким, как в питоне, вы можете создавать объекты, ссылки на которых могут исчезать, но вы знаете, что они исчезающие, да, это вас предупреждали, вот, и так дальше, если бы мы залезали еще и в эти модули, то у нас, конечно же, не хватило бы семестр на питоне. Про то, как оформлять собственные модули и про то, как разрабатывать на питоне, добро пожаловать, в следующее семестр у нас будет курс, который будет так, прямо так называться, совместная разработка на Python, там будет про гид, про инструменты совместной разработки и про то, как оформлять модуль на питоне. Еще мы опустили разговор про всякие полезные для собственной разработки модули типа ОС, ПАСЛИП, СОПРОС, СТХТП, вот всю вот эту вот машинерию, потому что они не имеют отношения к синтаксису языка. Тут ответ тот же, если бы мы взяли все полезное, что есть в питоне, в стандартной библиотеке питона все полезно, то одно только перечисление того, что я считаю полезным, заняло бы пол лекции, чем, собственно, я вместо матчкейза и занимался год назад, два года назад. Бессмысленное занятие, на самом деле. Не говоря уже о том, что полезных модулей, ну скажем, на сайте Python Package Index к тому моменту, когда я писал план лекций, было 420 728 штук. А, например, осенью их было всего 397 тысяч, то есть за время, пока мы читали лекции, 25 тысяч, да, 27 тысяч пакетов наросло. Вот. За время, пока мы читали лекции. Более того, за время, пока я готовился с прошлого раза, то есть я вот последний раз, предпоследний раз редактировал этот файл. Вот. 8-го числа, похоже, что, да, с тех пор количество модулей полезных или бесполезных на питоне, значит, тогда их было 420 тысяч, а сейчас уже 421. Бессмысленно это изучать. Это надо серфить и дальше нарабатывать какой-то опыт по оценке того, насколько этот проект пригоден к использованию, или это очередная какая-то ученическая поделка, или там, ну, понятно. Понятное дело, почему мы этим не занимались в течение этого семестра, мы бы не успели ничего. Вот. Теперь, значит, сейчас я скажу хум. Вот. Мне нужно для одного трюка. Вот. Вот для этого трюка мне это нужно, иначе то, что я вам буду показывать, сработает, но не у вас, а вот там, вы этого не увидите. Да, значит, хум равняется вот это вот, а это хум от нашего броузера, который мы видим сейчас на доске. Да, Python. Python 3. Значит, это, собственно, две последние темы, которые я хотел осветить за там оставшееся немного времени. это что будет, если сказать импорт this. Если вы скажете импорт this, вам приедет штука, которая, такой истерек в Python, который называется питоновский дзен. В действительности это не дзен, а дао. Коны у нас, кто практикует? Даосы? Значит, это дао, а не дзен. Вот. Это потому что это типичные иконы на самом деле. Кон, вы помните, как он строен. Это высказывание, которое постулирует нечто невозможное, и тем не менее вы каким-то вот иным местом, не интеллектом, понимаете, что оно правдиво. Вот примерно так же и здесь. Ну, например, или наоборот, высказывание идиотское, вам кажется, что оно бессмысленно, а потом вы понимаете, что нет. Ну, вот, например, кон номер 0. Beautiful is better than ugly. Некрасивый лучше, чем некрасивый. Казалось бы, как у Булгакова. Хорошее люблю, плохое не люблю. Но вы же понимаете, про что это. Про то, что если вы написали некрасивую программу, с виду некрасивую, то вам будет тяжело с ней работать, не говоря уже о ваших товарищах, которым будет тяжело читать, если с вами с разорваться. Если вы написали некрасивую программу на питоне, она, скорее всего, будет работать плохо. Это закон, я сам по себе знаю. Вот. Та же самая история. Explicit is better than implicit. То есть, гораздо лучше описать что-то, чем проваливаться в умолчании. Вот. Кон тут состоит в том, что питон весь состоит из умолчаний. Мы не описываем типы переменных, тем более, что их нет. Мы вообще ничего не описываем, оно само работает. Но идея-то состоит в том, что наоборот, что чем больше информации вы предоставляете, тем лучше. А вот, пожалуйста, типичный двухступенчатый коин. Как бы часть нулевая. Simple is better than complex. Простой лучше, чем сложный. Ну, типичный. Хороший люблю, плохой не люблю. Но complex is better than complicated. Сложный лучше, чем переусложненный. И тут мы понимаем, что не все так однозначно, что мы имеем дело с реал лайфом, в котором сложных вещей-то дофига. Главное, не переусложнять. Есть еще один принцип do not oversimplify, но он не входит сюда, не переупрощать, не делать проще, чем есть. Ну вот. Flat is better than nested. Лучше не вкладывать, а написать в столбик, особенно, если у вас есть альтернатива, если можно сделать и то, и другое. Sparse and better than dense. Лучше поставить несколько пробелов, чем ломать глаза. Это, пожалуй, самый главный принцип, который нужно поставить вообще во главу угла программирования на питоне. Readability counts. То, что мы пишем на питоне, должно еще на нем читаться. Мы с вами знаем целую кучу синтаксов, такие в write-only типа регулярных выражений. Мы знаем программу, языки программирования, на которых читаемость ну так себе. Но питон так задизайнен чисто лексически, что его удобно читать. И поэтому предполагается, что вы пишете так, что ваша программа удобно читать. Readability counts. Каждый раз, когда вы оформляете вашу программу, readability имеет значение. Special cases aren't special enough to break the rules. Исключительный случай не настолько исключительный, чтобы не следовать правилам. Но кон состоит в том, что на практике так не бывает. И если вам для практики нужно поломать правила, ломайте. Вместо того, чтобы тупо им следовать, я вот был в моей профессиональной кавьере, ситуация, когда человеку запретили использовать массивы при написании программы на C++, потому что массивы корридампид, надо было писать, использовать специальные векторы. Эти специальные векторы не сериализовались, потому что стерилизация виртуальных методов не работает, дестерилизация тоже не работала, пришлось писать обмазку, протокол. И в общем, программа из нескольких десятков строк превратилась в программу из нескольких килобайтов и иногда висла. Вот типичная ситуация, когда практикалити бит спьюрити. Вот. Eris should never be pass silently. Ошибки никогда не должны просто так скрадываться. Многие из вас, которые решали домашние задания и писали except без того, чего except, на это натыкались. Там влетал except по памяти, а ваша программа продолжала работать, и вы спрашивали, а почему у меня неправильный результат в домашнике. Но, опять же, кон состоит в том, что если вы знаете, зачем вы его заткнули, этот exception, то окей, затыкайте. Так что вот он опять двухступенчатый. Это вообще такая жизненная философия, которой следует придерживаться не только в программировании, но вообще везде. In the phase of ambiguity, refuse temptation to guess. Не подбрасывать монетку. Никогда. Вообще. Не так. Вы можете подбрасывать монетку, но знаете как? Вы подбрасываете монетку, и пока она летит, до вас доходит, какое должно быть решение. Вот вы не смотрите на то, какой она стороной легла, да, а поставили, вот сейчас я подброшу монетку, и от страха, что она ляжет неправильной стороной, до вас, наконец, доходит, какая правильная. Вот только так это можно делать. Ни в какую рулетку играть надо не только с Господом Богом, но и с самим собой. О, очень важный принцип сформулирован, я так думаю, в пику Ларри Воллу и его перлу. There should be one and perfectly the only one obvious way to do it. Значит, в Питоне предполагается, что нормальный, неизвращенный способ реализовать алгоритм один. И весь Питон дизайнится таким образом, чтобы так было. Понятное дело, что это недостижимый такой, это такой вот очень идеалистический, что ли, кон, но should be, должно быть так. Должно быть так, чтобы все остальные методы явно казались извращенными. Вот. Но тут сразу замечание, что если вы не голландец, то, может быть, эти методы для вас не очевидны. Это значит, Тим Петерс, тыкает Гвида в бок со словами «Твое голландское мышление иногда чересчур голландское». Вот. Тюльпанчики, вот это все. Ну, это классический кон, с которым трудно поспорить. Now is better than ever. Сейчас лучше, чем никогда. Однако никогда лучше, чем прямо сейчас. По-русски это называется некогда думать, трясти надо. Вот нет. Очевидно. If implementation is hard to explain, it's a bad idea. Если вы не можете объяснить то, что написали, товарищи, вы сразу известно, что написали плохо. Ну, то есть вот программист, который умеет программировать, но не умеет объяснить, что он сделал, это, в общем, не совсем программист, это шаман. А шаманство, это, в общем, в нашем деле, пожалуй, наихудший способ программирования. Если if implementation is easy to explain, it may be a good idea. Коан состоит в том, что если вы хорошо объясняете то, что написали, не факт, что это хорошая идея. Это необходимое слово, но недостаточно. Ну и, наконец, namespaces are one hunky, great idea, let's do more of those. Да? Пространство имен, это очень круто, давайте их делать как можно больше. Коан состоит в том, что нет, конечно, если вы будете идти как можно больше, хорошо не будет. Но в питоне действительно все сделано на пространствах имен, мы с вами видели это даже сегодня. Да? Вот. Так что это полезные штуки. Вот такой, значит, дзен, хотя на мой вкус это все-таки дао питона, с которым я, в общем, не спорю ни с чем. Все здесь написанное, это важная штука. Ну и последнее на сегодня, это что будет, если сказать импорт антигравити. Если сказать импорт антигравити, у вас запустится броузер, в этом броузере откроется картинка из XKCD, такой комикс на компьютерные темы, древняя, как Останки Мамонта. 353-й комикс, это при том, что сейчас там, я не помню уже сколько, 2709, и они довольно редко выходят. Вот. Картинка здесь следующая. Давайте мы ее, давайте мы ее рассмотрим повнимательнее. Значит, картинка там такая, вот у нас есть, один человечек ходит по земле, другой уже летает, и говорит, что вот питон, питон, и я уже лечу. Он говорит, я выучил питон в прошлую ночь, там так все просто, hello world, это просто print hello world, обратите внимание, второй питон, здесь скобок еще нет. Вот. А тот, который внизу, значит, сомневается, говорит, динамическая типизация, форматирование пробелами, да, ну, точно. А этот сверху говорит, как это, присоединяйся к нам, теперь программирование снова, значит, фан, да, это все теперь очень просто и весело, и вообще тут прям весь мир перед нами новый и открытый. Тут хорошо, а как ты летать-то начал? Ну как, я написал им про антиграмити, отвечает ему этот, тот в воздухе. Говорит, и все? Нет, но я еще попробовал, и да, из аптечки точно, я их сравнивал, но я думаю, что это все-таки дело в питоне. Ну вот, такой вот комикс. Извините, что я как настоящий зануда его объяснил. Иногда люди почему-то по-английски не очень хотят читать. Ну вот, и на этом мы заканчиваем наши встречи в этом семестре, посвященном изучению питона. Домашнего задания будет, потому что у нас была практическая часть. Домашнее задание – это научиться на взгляд определять места, где нужны мачки и шаблоны, и все время их туда вставлять. Это единственный способ вообще освоить такие штуки. Все время тренировать пальцы. Да, вот научиться специально вот эту вот новую конструкцию для нас втыкать во все места, где она вообще пригодна. вот все. Значит, похоже, что похоже, что на этом наши встречи заканчиваются. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, задавайте. Видимо, все. В следующем семестре у нас разработка совместная на питоне. Мы будем изучать гид, будем изучать, как написать приложеньку на питоне, превратить ее в модуль, оформить ее в виде питонного модуля, даже опубликовать на Python Package Index, вот, и соответствующие инструменты. Вот. Ну, еще на следующем семестре, если буду жив, планируется курсы по сетям в Linux, курс по архитектуре RISC-V. Ну, вот, хочется дожить до этого, конечно. Все. Всем спасибо и до новых встреч в эфире.